доброе утро дорогие друзья сегодня 25 октября солнышко всходит к сожалению на камеру это не очень хорошо видно не так красиво скажем вот но тем не менее сегодня очень напряженный день сегодня затмение частичное затмение солнце причем солнце в падении как говорят наши астрологи поэтому очень нужно следить за своими мыслями за поступками и желательно думать только хорошим советуют молиться в общем вот такой сегодня сложный день поэтому я решила сегодня посвятить день закончить вязать плед вчера практически я его обвязала может быть сегодня успею сделать бахрому и возможно вам покажу но не успею сегодня думаю что на днях он точно будет готов потому что бахрома забирает очень много времени по ходу был мороз сейчас посмотрю на градусник он врет на 4 градуса вот ориентируемся сейчас где-то получается минус 1 вот ночью наверно было был больше минус дорога вся белая я вижу что холодно вот так начинается мой день пол восьмого утра я встала где-то может быть 15 минут назад потому что легла вчера вязала плед до часа ночи думала часиков до 10 повяжу но нет сейчас меню постельное белье запущу машинку да в этот день нельзя друзья если вы стираете не сушите постельное белье на улице вот в общем будем заниматься творчеством и думать о хорошем друзья вышла выносить в компост мусор и там были косточки куриные вчера варила бульон думаю ну что их выбрасывать буду в компостную яму смотрю котик ходит соседский я эти косточки ему собрала из ведра и положила там возле яблоньки говорю иди кушай он сразу не пошел а сейчас смотрю в окно кушает не бойся не бойся кушай вот так что наши кошки уже кости не едят у нас что вообще никогда не ели но маруся ела с удовольствием а сейчас на них смотрит как мышь на крупу мне нравится этот котик вот беленький такой и у него это разные глаза представляете ой как смачно кушаешь да все кости съел шпульки сегодня выбрала с этих костей все что осталось на них мяско хватило на раз поесть вот так что еще и соседского котика покормил кушай 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 беляшик беленький у него разные глаза представляете один зеленый 2 голубой надо же я видела такое но и вредка попадается был у нас мороз все теперь надо убирать вчера последние кабачки вырвала может быть сегодня оладушкам на жарю вот надо выходить хотя бы это порвать не знаю удастся в этом году покопать не удастся но хотя бы убрать до конца вот эти вот кабачки там у меня еще послён надо вырвать там еще ягодки есть давайте посмотрим может быть хоть мороз этот немножко землю подсушить да шо ж такое то да я выйду наверное сегодня соберу посмотрите как доспели то я оставляла они были зеленые эти ягодки послёна вот доспели если сегодня будет так солнечно я приду вырву этот послён может быть последнее варенье докручу он начала копать и больше погода не дала как же хорошо друзья в своем доме вы там не писали лена окна сейчас открывать нельзя небесная радость на небе друзья вы знаете по сравнению с прошлым годом вот когда я сюда приехал в нас все небо было исполосовано я не знаю с чем это связано сейчас я уже меньше вижу этих полос меньше но и потом другого то небо у нас нет даже если и там что-то сбрасывают мы что можем это как-то изменить все равно же не будешь сидеть закрытыми окнами ну не будешь и никуда все равно от этого не денешься поэтому я не могу спать закрытыми окнами вообще даже зимой открываю форточку не в спальне там подальше в другой комнате чтоб не так дуло ну все съел все съел нет крупные оставил до крупные оставил уже не боишься меня до теперь будешь хамни ко мне ходить да а вот вы знаете когда маруська стала жить в доме я же ее раньше на улице кормила столько котов приходило и дымчатых и черных с белым и рыжих каких только не было а сейчас видимо поняли что больше кормушки нет и перестали ходить вот ой как же красиво солнышко светит уже практически все деревья облетели все ноябрь на носу ну как смачно кушает и так смачно кушаешь да я не знаю вы увидите один глаз голубой 2 белый ой 2 зеленый ну посмотри на нас посмотри покажи нам свои глазки ошейник у него ух как шерсть это распушилась очень пушистый код так смачно кушает вот наши коты пока домашние вы там меня спрашивали лена кто же мышек будет ловить в сарае а никто не будет вот у меня в сарае нет никакого корма обычно мыши мыши еще ладно крыс надеюсь не будет ну чё там там кушать нечего ну и мне так спокойнее сидят вот они дома и пусть сидят это моя политика я никому ее не навязываю вот в этом меня спрашивали лена чем вы их кормите как вы за ними ухаживаете расскажите друзья зайду в дом на фоне котов расскажу и покажу ох как травка блестит не прелесть посмотрите как росинки блестят там мороз тает на солнышке красота плиточка держится я думаю что все будет хорошо приятно гладить она такая гладенькая я так рада что я успела это все сделать в этом году что пристройка уже вся заштукатурена единственная фундамент не успела но фундамент это не так страшно а вот пенофлекс этот убрать под штукатурку очень нужно было потому что он уже начал разрушаться ой как же хорошо когда светит солнышко настроение совершенно другое фризантемки цветут красота отстирала машинка сейчас буду доставать буду вешать здесь в ванной сегодня нельзя сушить на улице белье у меня здесь есть где повесить очень удобно и кстати вот эти вот при перекладины мне хватает вот здесь их получается три штучки я на них сушу белье ну что сейчас наверное поставлю чайничек попью еще кофейку друзья я третий день пользуюсь водой запасной так скажем из бака который у меня терраски стоит после того как выключали нам воду на 15 часов на следующий день ее опять выключали и она течет не пригодная для питья вообще стирать там посуду мы до но приготовить суп попить чайку не получится так что мой бак меня выручает до сих пор вот беру оттуда воду в чайник пострюлю и пользуюсь сижу обли обвязываю плед скорее всего получится завтра вам показать а может быть и еще денек потребуется потому что бахрома очень много времени забирает вот так вот смотрится окантовочка она немножечко оттеняет основное полотно потемнее желтее да и мне кажется в этом даже какая-то изюминка в общем вот такую махину сижу обвязываю кузьма иди покажи как ты чешешься покажи как кузьма любит чесаться маруся ты же большая девочка ты играешь с мячиком да аж пулька сидит смотрит на тебя пошла пошла вот пришел я вам показываю чесалку она немножко грязно вчера чесались вы у меня слышите как он замурчал у нас чесалка лежит в одном месте и кузьма подходит берет ее лапой вот так вот по ней лапой показывает что он хочет чтобы его почесали так что друзья коты очень любят чесаться в отличие от кошечек это мы заметили так чесалка вот обычная вот это по моему очень хорошо входит в шерсть а купила вторую она как будто в нее не лезет я не знаю в чем причина вот вторая казалось бы но она такая же но нет вот это хорошо чешет а вот это как будто вот ну не лезет в шерсть ну тоже чешем идею здесь еще вот такие вот бороздки для массажа чушь поля и тебя почесать так что коты очень любят чесаться я даже вот если начинаю чесать кузьму когда он попросит покажет монка идет кузечкой я покажу как тебя чесать иди покажу ну чего ты вот и тогда я их чешу по очереди и монку и кузьму одновременно они очень любят чесаться вот как вы как вы ухаживаете за кошками был вопрос друзья я особо за ними не ухаживаю основной уход я считаю это питание вот когда хорошее питание и здоровая кошка что еще купать я их не купаю тоже был вопрос а вы купаете своих кошек нет друзья я их не купаю вообще не знаю правильно это или неправильно но я их не купаю они сидят дома чистенькие вот обрабатываю от блох капельки на холку или еще есть подешевле правда очень вонючие сейчас я покажу это средство но опять же обрабатываю когда вижу что что-то завелось так не обрабатываю и два раза в год но один раз точно глистогоню еще делаю прививки вот в прошлый год когда мы сюда приехали я их всех привела в ноябре месяце вот год пройдет сейчас вот опять их надо всех прививать и шпульку точно надо прививать потому что уже четыре месяца ей уже можно почему прививаю вы скажете сейчас много будет всяких ну разногласий между вами я знаю все будет будут час писать кто-то зачем кусаешь кто-то прививает кто-то не прививает я прививаю потому что у нас болела пуся это было еще в москве чумкой там как то есть название другое да не буду я язык ломать я не помню точно как это звучит но в народе это просто чумка панликопия как-то как-то так что то такое вот и она была не привита казалось бы москва квартира никуда не ходят мы принесли на обуви скорее всего вот очень перепугались тогда мы ее еле спасли это очень страшное заболевание вот и если бы она была котенком она бы не выжила вот поэтому я хочу привить нашу шпульку чтобы душа была на месте потому что не дай бог заболеет чумкой она просто не не выживет котята не выживают вот поэтому я прививаю там есть две прививки в общем какую-то одну из них от этих вирусов я им ставлю да конечно накладно причем всем ставлю конечно это накладно но и вообще животное это не дешевое удовольствие надо их любить надо за ними ухаживать теперь по поводу когтей когти не подрезаю есть у меня когти резко один раз я нарушила этот узел пошла кровь это было в москве у кузьмы и после того не подрезаю вы скажете ну да надо вести к врачу в это услуга есть да друзья если у вас один код конечно это услуга можно съездить и подрезать но когда у вас их 5 во первых это накладно во вторых это нереально сразу это сделать это мне пять раз нужно ходить с этими котами и делать эту процедуру поэтому не подрезаю когти вот есть у них когтедралки и они дерут и больше нигде ничего не трогают да у нас в принципе и нечего и больше драть кроме вот дивана который в спальне но они его не трогают обоев у меня нет почему я еще пока сделала вот именно стены под покраску потому что у нас коты вот и исключила по минимуму вот остался один диван который они не трогают сделала им где они смогут точить коготки и все спокойно и коты довольны и я тоже довольна что гонки у вас ой ну как же мне нравится вот этот наш уголок сейчас друзья как же красиво красиво и стильно вот казалось бы какая-то картинка нарисованная краской а как красиво это смотрится и это очень стильно класс все залито солнечным светом очень здорово так что вот такие такой уход у меня за нашими питомцами но и конечно же самое главное наверное это любовь которую они чувствуют они отзываются на на ласки оберегают я думаю каким-то образом вообще же кошка это таинственное животное вот так что я очень-очень люблю котиков друзья не могла вам не показать посмотрите на это лежбище котиков пуся ты балдеешь ты балдеешь шпулька половину на солнышке половину в тенечке сегодня с утра как выглянуло солнышко так и светит маруська и моника наш бегемотик я довязала плед но как довязала без бахромы сейчас его взвешу расстелю на кровать не хотелось мне беспокоить этих спящих товарищей да красота такая липота друзья я даже выключила отопление представляете экономия дом прогревается солнечным светом и жарко сейчас посмотрим даже вот на градуснике 22 градуса отопление выключено вообще представляете вот такая вот экономия энергии если дом хорошо прогревается солнышком ладно сейчас взвешу так кузьмы нет а где ж кузьма а кузьма у нас здесь в ящичке кстати друзья вот этот ящичек тоже вытащила из старого волшебного сарая видимо был где-то в каком-то старом шкафу но не поднялась меня у меня рука его выбросить вот это чистое дерево это дсп в общем как старый раритет этого дома здесь вот в рабочем кабинете стоит этот ящик возьму тоже нежится на солнышке оставляю вот эти бобинки от пряжи вертится идея в голове может быть что-то тоже из них сделаю не знаю пока что может быть вы какие-то мне идеи подскажете мой ну какая же красота дом просто залит солнечным светом очень классно очень еле-еле вместила плед в такую вот миску чтобы взвесить чистый вес это без тары здесь тары отброшены 2 килограмма 33 грамма значит сейчас расскажу сколько ушло на обвязку обвязка вот вы видите всего лишь ну там два с половиной три сантиметра вот на нее ушло 33 грамма все остальное это пряжа кобле 2 килограмма без бахромы вот как раз сейчас весело на днях обвяжу бахромой и посмотрим сколько же займет по весу бахрома ну что друзья пришлось закрыть мне шторы хоть они пропускают солнечный свет но все таки так получше видно всю прелесть этого красивого пледа останется мне только довязать бахрому бахрому буду обвязывать не по всему периметру только с двух сторон то есть вот здесь вот будет бахрома и соответственно вот там где изголовье моросечка тут лежит друзья ну что сказать что мне нравится это ничего не сказать посмотрите как красиво смотрится с нашими шторами которые я поменяла этим летом очень красиво но думаю что в вечернем освещении будет еще красивее тоже вам как-нибудь покажу это наверное когда уже будет сделано обвязка то есть связано бахрома вот вам ориентир значит плед состоит из 49 мотивов пряжа кобле цвет суровый спонсором был в магазин мир вышивки но 5 моточков докупала я за свои денежки ушло сюда ровно два килограмма пряжи кобле это в основном на обвязку столбиками без накида вот вы видите здесь я использовала пряжу шелковый блеск к плюс бобинную пряжу вот она у меня лежит вот шелковый блеск и в моточке это бобинная пряжа это лен вот эту бобинку мне как-то высылал магазин филата итальяна в рамках сотрудничества а это вот желтая пряжа это из которой связано связан комплект на кухне на диване тоже был спонсором магазин мир вышивки остался моточек у меня от того комплекта и вот скорее всего из этой пряжи я и свяжу бахрому она пошла и сюда немножко в обвязку я имею ввиду вот это вот желтенькая пряжа тоже к блину чуть-чуть другого оттенка то есть я здесь чередовала рядочек провязывала шелковым блеском остатки пряжи вот этот цвет пошел и наверное один рядочек всего желтой пряжей чтобы крайне заворачивался последний ряд я связала столбиками с накидом то есть обвязка столбики без накида причем крючком я обвязывала два с половиной друзья внимание это важно основные мотивы вязались крючком 3 а обвязка была крючком два с половиной учтите это важный момент чтобы было плотненько и крючок немножечко так прибрал эти мотивы ну как бы собрал их воедино чтобы они не растягивались так что обвязка в любом случае нужно было чтобы вот этим мотивы внизу не пошли вот фалда мне растягивались при использовании так что вот 33 грамма всего ушло для обвязки пледа по периметру ну здесь сколько ну три сантиметра наверное обвязочка в принципе немного основную массу наверное все таки если буду обвязывать скорее всего буду обвязывать бахрому делать это пойдет на бахрому конечно же когда все это дело я обвяжу я скажу сколько пошло у меня вот этой пряжи кобле на бахрому ну думаю здесь чуть меньше 100 граммов повторюсь что я рядочек наверное использовала этой пряжи при обвязке я думаю что на бахрому мне хватит потом конечно же вам все расскажу так что друзья вяжите это очень очень красиво очень стильно если учесть что и на кухне вот этот комплектик очень красиво всего это смотрится вот так взгляд с кухни и в спальню два одинаковых вязаных комплекта согласитесь это очень стильно причем подушки связаны тоже у меня этим узором вот еще у меня есть пряжа еще связать еще одну вот такую подушечку может быть даже если я ее свяжу посмотрите как красиво это будет смотреться если это допустим поставить вот так ну красота красивая все мои хорошие я жду ваши комментарии надеюсь вам было интересно я благодарю всех кто ждет мои видео каждый день я стараюсь для вас снимать может быть полезную или не очень информацию но общаюсь с вами каждый день благодарю всех за лайки за комментарии я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока